Здравствуйте друзья, в этом видео я хочу посвятить важной теме контролю состояния умного дома. Сам умный дом можно сравнить с большим и сложным механизмом, состоящим из множества составляющих, каждая из которых, теоретически, может некорректно работать или отказать. Начать я предлагаю с визуальной составляющей контрольных сенсоров и страницы мониторинга в интерфейсе, которая будет показывать что происходит с умным домом в режиме реального времени. Это даст инструмент для анализа его работы, позволит понять что может быть слабым звеном, придумать и реализовать методы нейтрализации выявленных проблем. Если тема умного дома вам интересна, мои видео помогают ее изучать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Вы можете поддержать развитие моего канала став его спонсором. Что касается ваших вопросов, в приоритетном порядке я отвечаю на вопросы от спонсоров, затем читаю вопросы от подписчиков канала. До вопросов от остальных зрителей я успеваю добраться не всегда. Основой моего варианта страницы для мониторинга являются кастомные карточки Auto entities и Multiply entity row, про которые я делал отдельные уроки, ссылки на них я оставлю в описании под видео. Для получения нужных мне данных я создал ряд шаблонных сенсоров. Подробно начнем рассматривать в том порядке как это расположено на странице. Эти карточки делятся на две части, статически отображается количество активных, отключенных, недоступных и общее количество объектов, в данном случае автоматизации и скрипты. Вторая часть динамическая, здесь будут отображаться имена недоступных сущностей, чаще всего это те автоматизации, которые были по какой-то причине удалены. Для наглядности я создал и удалил одну автоматизацию и скрипт. Вот так выглядит код, который отвечает за вывод в интерфейс данных по автоматизациям. Ссылку на файл с текстовой версии вы найдете в описании под видео. Пусть вас не пугает громоздкость, тут все просто, как для понимания, так и для применения. Так как этот блок состоит из трех карточек, заглавия, статической и динамической части, мне показалось логичным визуально объединить их в одну. За это и отвечает карта StackingCard. Это кастомная карта из Hux, ссылки на все репозитории я оставил в текстовом файле, ссылка в описании. Эта карта позволяет объединять между собой несколько разных карт, причем как вертикально, так и горизонтально. Первая из вложенных карт, обратите внимание, что она в коде сдвинута вправо, то есть имеет подчиненное положение относительно StackingCard. Это стандартная карта Markdown, для вывода текста, в данном случае заглавия блока. Вот эта часть уже не стандартна, это еще одна кастомная карта называется CardMod. Она позволяет применять CSS стили в любых Lovelace картах, в частности размер и цвет шрифта, просто для красоты на логику не влияет. Дальше идет стандартная карта сущностей Entity, которая выводит список объектов в вертикальный столбец. Тут тоже применены CSS стили. А вот в перечне объектов применена еще одна кастомная карта Multipliantity Row, о ней я снимал отдельный урок, ссылка в описании. Она позволяет выводить в один ряд сразу несколько значений от объектов или атрибутов. В данном случае от 4 сенсоров выводящих те самые цифры по активным, отключенным, недоступным и общему количеству автоматизаций, о них чуть дальше. Вторая часть динамическая, тут применен очень мощный инструмент, карта Autoantitis, по ней тоже есть отдельный урок ссылка в описании, к ней тоже можно применять CSS стили. Фильтр установлен таким образом, чтобы выводить список объектов принадлежащих к домену автоматизации, которые имеют статус недоступна. В частности такой статус получают автоматизации, которые по какой-то причине были удалены или закомментированы. Как объект она остается в системе. С одной стороны ничего критичного, но это мусор. Эта карта обеспечит не только вывод перечня таких сущностей. Прямо отсюда ее можно удалить и избавиться от него. Точно так же организованы раздел скриптов, первая карта выводит значение четырех сенсоров, активные, отключенные, недоступные и всего скриптов. К слову для скриптов нормальное состояние это отключенное. К примеру есть кейсы в которых есть необходимость циклично из одного скрипта вызывать другой, и показатель постоянно активных скриптов даст понимание что они циклично крутятся. То же самое с удалением старых скриптов, которых со временем может накопиться довольно много. Чистим все ненужное. Перейдем к сенсорам. У меня все организовано в одном пакадже, это очень удобно. О количестве созданных мной сенсоров телеметрии можно судить по этому перечню, это раздел кастомизации. Он не обязателен, в данном случае просто присваивает дружественное имя. Все объекты созданы на платформе темплейт, шаблонов и являются сенсорами, то есть им можно присваивать любые значения, чем мы и займемся. Блок сенсоров для домена автоматизации начинается с объекта, который подсчитывает их общее количество. Логика тут довольно простая, в указанном домене, в данном случае автоматизации, просто перебираются все элементы от первого до последнего, и сенсору присваивается количество этих переборов, то есть объектов в домене. В остальных трех сенсорах применена немного другая логика, тут для сущности автоматизации применяются фильтры по состоянию, соответственно включено, выключено и недоступно. Сенсору присваивается количество элементов в полученном после применения такого фильтра списке. Копируем предыдущий блок сенсоров и на его базе делаем аналог для скриптов. В первом сенсоре меняем его название, иконку, но это не обязательно, а в коде только название домена вместо автоматизации скрипты. В этом блоке тоже самое, название, иконки и фильтр применяем уже к состоянию объектов домена скриптов. Перейдем к следующему блоку обновления. Не удивляйтесь что внешний вид страницы будет немного меняться, так как прямо по ходу написания этого урока я делаю некоторые оправки, чтобы было нагляднее и удобнее. В текстовом файле находится код финальной версии страницы. Первый блок аддоны, логика в целом похожа, но значений тут меньше, количество доступных обновлений и общее число. В список будут выводиться те аддоны, которые можно обновить, более того обновить их можно прямо отсюда. Если быть совсем точным, то сюда попадут не только аддоны, но и некоторые устройства, например контроллеры управления адресными лентами VLED. Вот так выглядит код вывода блока аддонов, тут очень похоже на предыдущие блоки, но все же есть некоторое отличие. Карточка которой выводит название блока, обновление. Это статическая часть которой отображается постоянно и тут выводится количество доступных обновлений и общее число аддонов. Отличие от предыдущих блоков в том, что тут всего два сенсора, а не четыре, их коды мы скоро рассмотрим. Вторая часть динамическая, как вы уже видели, она выводит список тех аддонов, которые можно обновить. В целом структура карточки сохранена, но тут есть более существенное отличие. Вывод фильтруется по домену обновлений, это относительно недавно появившиеся объекты, ранее их не было. Теперь у каждого аддона есть своя сущность домена апдейт, который имеет два варианта состояния включено, если обновление есть и выключено, если нет. Как я и сказал ранее, кроме аддонов, такие сущности есть и у некоторых устройств, например у контроллера адресных лент VLED. А сам вывод не просто списком, как это было в примерах выше, а через multiply entity row, то есть карта в карте. Параметр show state false нужен для того, чтобы скрывать состояние выводимого объекта, в данном случае включено или выключено. Это не нужно, так как тут стоит фильтр. А выводится тут два атрибута, номера версии, установленный и последний. Блок сенсора в отличии с уже рассмотренными не имеет. Первый считает количество объектов домена апдейт, а второй количество таких объектов, которые имеют статус включено, то есть могут быть обновлены. С обновлениями для Hax все немного сложнее, этот магазин приложений имеет свой собственный сенсор, значение которого это количество доступных обновлений, а непосредственно их перечень находится в его атрибутах. Поэтому я решил применить конструкцию основанную на карте Markdown, так как из атрибутов можно получить только текст, никаких действий с этим списком обновлений отсюда сделать нельзя. В первой строке тут будет всегда выводиться иконка, далее надпись обновлений для Hax и статус его сенсора, 0 если ничего нет и цифра если есть. Далее идет шаблон, который при наличии списка репозиториев будет выводить в строку название, установленную и последнюю версию. Проверить работу можно в редакторе шаблонов. Форматирование первой строки конечно не будет распознанно, это будет отображено в карте, но вот значения определяются корректно, в данном случае это интеграция для камер WebRTC. В интерфейсе будет так, иконка Hax, количество обновлений и ниже перечень. А вот обновлять уже придется по старому, тут пока ничего придумать нельзя. Если для интеграции Hax будут создаваться объекты апдейт как для аддонов, то будет значительно удобнее. Второй столбец моей страницы телеметрии построен по логике, которую я показал в блоке автоматизации скриптов, кроме самой нижней карты уровня заряда. Делаются такие блоки очень быстро, скопировать, вставить, изменить названия, имена сенсоров и домена, отличий в логике нет. Блок состоит из карточки с названием, статической части с количеством объектов и динамическим списком с недоступными сущностями. То же касается и сенсоров, подсчет количества, далее фильтры по состояниям, активные, неактивные, недоступные всего. В зависимости от выбранного домена число и состояние для фильтров могут отличаться, но суть везде одна и та же. Другая логика применена в карточке, которой выводят разрядившиеся батарейки. Честно говоря, я серьезно подумываю о переносе ее в четвертый столбец, именно по причине общности логики, но в данный момент она находится тут. Для нее создавать дополнительные сенсоры необходимости нет, это карта автоэнтитис, все настройки тут находятся в фильтре. Фильтр включает в себя объекты домена сенсоров, в названии которых присутствует слово батарея. Если вы переименовываете такие сущности по каким-то своим шаблонам, то нужно указать то слово, которое обязательно есть у всех сенсоров уровня заряда. Так как мне не нужны все подряд сенсоры заряда, тут есть и исключения. По уровню отбрасываются все у которых он превышает 30% и по статусу неизвестно или недоступно. Первый бывает у недавно добавленных zigbee датчиков, а по второму сработает карта домена сенсоров чуть выше. В третий столбец я решил вывести объекты, которыми можно управлять и включать розетки, светильники, термоголовки и к ним добавил таймеры. Кто внимательно смотрел это видео уже догадался как сделаны эти карты и что для них тоже не нужны дополнительные сенсоры. Здесь также все построено на логике автоэнтитис, как я и сказал это мощный инструмент позволяющий выводить в интерфейс данные соответствующий заданным условиям. В эту карту выводятся сущности домена switch у которых есть данные в атрибуте power, то есть реле, розетки с энергомониторингом. Форма вывода через еще одну карту Multipline TTROW как это было у обновлений. Только тут я закомментировал параметр show state, состояние реле будет выводиться, а параметр toggle true позволит его включать и выключать. Кроме переключателя в строку выводится текущая мощность. Исключение для этой карточки те включенные реле мощность которых менее 10 ватт, а также все сущности этого домена которые применяются для управления памятью состояния. Так как у одного устройства например розетки может быть несколько объектов switch управления реле и памятью в состоянии и они оба будут иметь атрибут power. В карте светильников фильтруются все объекты домена light которые находятся в статусе включена. Сюда могут попадать некоторые так сказать мусорные сущности типа светодиодов состояния в некоторых устройствах. Я обычно деактивирую все лишние сущности если они не нужны для работы умного дома, которые транслируются интеграциями. В строке кроме переключателя состояния выводится значение яркости и цветовой температуры. Кстати по цветовой температуре у меня есть сомнения в целесообразности этого параметра, возможно я его уберу. Для термоголовок фильтр весьма простой, выводятся все в состоянии нагрева. Дополнительных условий я пока не придумал. Примерно то же самое для таймера, выводятся все которые имеют статус активный, а вывод в строках показывает время обратного отсчета. В четвертом столбце собраны устройства которыми нельзя управлять, а только получать от них данные. Этим он и отличается от третьего, в остальном суть очень похожа. Кстати именно в этот столбец я возможно вынесу карточку уровней заряда, пока не решил окончательно. Тут тоже нет отдельных сенсоров, собственно они созданы только для первого и второго столбца. Фильтровать можно как по названию, например в данном примере могли быть бинарные сенсоры, которые содержат слова smoke или water leak, я так и делал. Но сейчас для теста применил другую логику по классу устройства, которая берется из атрибутов. В этой карточке те, что принадлежат классу влага и дым. В следующую карту попадают сенсоры, класс которых относится к движению либо присутствию. И здесь можно применять фильтры по названию, можете поэкспериментировать и решить что для вас лучше. Повторюсь что корректно работает в обоих вариантах. А вот в этой секции при использовании фильтра по названию, в карту попадут все сенсоры словом контакт, и те что стоят на окнах и те что стоят на дверях. Для разделения нужен фильтр по классу. Тут есть исключение, так как у меня такой же класс окон имеют некоторые шаблонные сенсоры. Карта выводящая сенсоры открытия, которым присвоен класс двери. В данном уроке рассмотрена больше визуальная составляющая телеметрии, но многие полезные операции типа удаления старых объектов или обновлений можно делать с этой страницы вручную. В дальнейших блогах я буду касаться других тем вытекающих из этой. Автоматизации доступности сущности, уведомлений при сбоях и тому подобное. На этом все. Надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...